Всем привет, ребята! И сегодня снова на канале у нас киноляпы в советских и самых любимых фильмах. Это уже, представьте себе, 10 выпуск с киноляпами в советском кино. Но они есть не только в советских, но и зарубежных фильмах, и это мы вам покажем в следующих роликах. Итак, поехали! Д'Артаньяны. Три мушкетёра. Несмотря ни на какие ляпы, этот фильм – классика советского кино. Обратите внимание на прическу Д'Артаньяна. А теперь в той же сцене, но двумя секундами позже. На какой ноге сапог у Д'Артаньяна? Правильно, на левой. А через пару секунд – уже на правой. Откуда у короля появилась брошь в районе воротника? Вот он стоит без неё. И ровно через секунду – с ней. Рами споёт песню, как мы видим, без шляпы. А при смене ракурса камеры допивает уже в шляпе. Чтобы создать эффектную сцену падения, использовалась подсечка для лошади, которую мы видим. Обратите внимание на камзола Тоса. А-а-а, вот где мы его ещё видели. На маркизе Рикардо в собаке на сене. И на поручике Урбина из благочестивой Марты. В баре Раиса Захаровна зажигает с эффектным цветком в области шеи. А когда они выходят на улицу, цветка нет. Когда Митяй прибежал в дом Надежды с дурной вестью, в его руках была пачка сигарет. В следующем кадре в руках пусто. А после слов «Кикимр я не понимаю» он достаёт из кармана пачку. Когда Надя с Людкой начинают читать письмо от папки, Надя сидит спиной к окну. А когда дочитали, спиной к шкафу. В сцене, когда все женщины рыдают, у Митяя рубашка защитного цвета. Но после слов «Однако потоп сейчас будет» рубашка вдруг становится в клеточку. А когда дамы на него наезжают и он пятится к выходу, рубашка снова защитная. Обратите внимание, что скамейки слева от калитки нет, она справа. А теперь она есть. И чуть позже на неё сядет Людка, услышав новость о смерти бабы Шуры. Когда Митяй приходит к Надежде с новостями о смерти бабы Шуры, река и воздух над ней чистые, а через несколько секунд там густой туман. Когда дамочки вытесняют метеостант с площадки, на скамейке сидят две женщины и ребёнок. А когда Митяй собирается прыгать, там трое детей, причём уже совершенно другие. А теперь интересный факт. На холодильнике стоит котик. Помните операцию «Ы»? Герои Витцина, Никулина и Маргунова такими котиками торговали. А Витцин на них тренировался сторожа усыплять. Приключения Петрова и Васечкина. Режиссёр Олеников. Маша исправляет ошибки у Петрова. Видимо, эта сцена снималась в разные дни. Сравните исправление ошибок на этих двух кадрах. Отличаются исправленные буквы, подчёркивание и косая линия. Съёмки фильма растянулись на несколько месяцев. В начале фильма мы видим за окном женщин в пальто и тёплых шапках. Деревья стоят без листвы. Чуть позже в уличных сценах все деревья с зелёной листвой. Многие люди в рубашках с коротким рукавом или футболках. Но есть много сцен с осенним пейзажем. Петров загадал желание. «Хочу быть самым сильным». Желание исполнилось. Он толкает Васечкина в плечо, и тот улетает в забор. Перед контактом с забором видно заранее подготовленное место пролома. Учительница просит Петрова показать Америку. Он долго и ищет, и когда находит, пронзает указкой карту вместе с доской. В следующем кадре он стоит со сломанной указкой, но карта снова цела. Ещё через мгновение из карты торчит обломок указки. И на этом у нас сегодня всё, ребята. Подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Всем добра и мира! Субтитры подогнал «Симон»